Тем временем на переправе Вилюйск-Жиганск из-за образовавшейся наледи прекращено движение транспортных средств. Сейчас силами дорожников создаются нормальные условия для проезда по ледовой переправе. Продолжит наш корреспондент. Во времена бездорожья заречные наслега пользуются дотационными рейсами. В этом году Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Вилюйский Улуз было предоставлено около 70 рейсов. Но, к сожалению, во время прекращения движения автотранспортных средств через реку Вилюй встречаются единичные случаи несанкционированных переправ. В соответствии с распоряжением главы района от 11 ноября номер 1986 об организации работы по контролю и обеспечению безопасностью людей на ледовых переправах временно запрещено движение автотранспортных средств на ледовых переправах. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по статье 9.10 Кодекса административных правонарушений. Сейчас на ледовой переправе установлены необходимые информационные дорожные знаки, организовано круглосуточное дежурство и периодически проводятся рейды по выявлению несанкционированных выездов. Конечно, имеются единичные случаи выезда на лед. С нашей стороны по данному направлению совместно с соответствующими службами ведутся плановые рейды дежурства на предмет выявления несанкционированной переправы. Нарушителей мы выявляем, привлекаем по статье 12.16 Кодекса административных правонарушений. Ориентировочное движение автотранспортных средств по ледовой переправе Вилюйск-Жиганск откроется в начале декабря. Правда, этот срок вполне может скорректировать погода. Анна Васильева, Нагентий Колесов, НВК Саха, Вилюйск.